На прием к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову люди в большинстве случаев приходят с личными проблемами и часто их решения находятся прямо за этим столом. Но нередко обращение граждан требует рассмотрения на более высоком уровне, а потому задачи подобных встреч депутат сформулировал предельно кратко. У нас хорошее взаимодействие с Алексеем Петровичем, с главой, и даже те вопросы, которые относятся на конкретный разговор, тоже они заранее проговариваются, чтобы не было для кого сюрпризом, и готовятся решения, которые, нам кажется, должны были в той или иной степени устроить людей, потому что не всегда зависит от прямого, так скажем, решения местной власти, да, это может быть иногда и федеральный уровень, но и генпрокуратура и так далее. Александр Савин пришел к депутату с просьбой о создании в округе бесплатной хоккейной школы. По его словам, посещение сыном коммерческой секции сильно бьет по бюджету семьи. Как выяснилось на приеме, в администрации муниципалитета не только работают над этим вопросом, но и рассматривают возможность возведения ледовой арены, где дети смогли бы заниматься бесплатно. Занимаемся созданием школы хоккейной, более того, она уже зарегистрирована, да, то, что мы обсудили. Если поддержит у нас обращение по поводу льда, я понимаю, что это не быстро, а то ответ дадим, школу создадим. В свою очередь Вячеслав Фетисов обещал посодействовать в вопросе создания секции, ведь и сам он в прошлом хоккеист. Естественно, что гость не ушел без небольших, но ценных подарков. Фотографии на память и автографа прославленного спортсмена в его книге. Вячеслав Александрович, самое главное, что услышал существующую проблему, понял, чего не хватает детям для развития. Я очень надеюсь, что у нас все вместе получится. Будем надеяться, что все получится и у семьи Рязановых. Дима, инвалид по слуху, ему требуется специальный курс обучения и реабилитации. В Москве и области существуют медицинские заведения, где такой курс можно пройти, но они расположены далеко. Для того, чтобы создать условия для занятий в округе, необходимо вмешательство депутата. Вопрос сделаю депутатский, да, Минпрос. Тема понятна, и она не только касается ребенка, но, наверное, она системная уже. Помимо озвученных проблем, на этом приеме Алексей Спаский и Вячеслав Фетисов рассмотрели вопросы, связанные с экологией и генеральным планом округа, строительством социальных объектов и развитием спорта. Люди приходят сюда, потому что уверены, ни одно обращение не останется без ответа. Всегда надо понимать, что человек, пришедший на прием ко мне к главе, к депутату Государственной Думы, он уже прошел какие-то инстанции. То есть он помыкался, да, постучался в двери какие-то и не решил. Он не имеет пока ответа на свой вопрос, поэтому он, конечно, приходит за тем, чтобы ему ответ на этот вопрос дали, ну, в хорошем смысле решили. Депутатские приемы проходят на постоянной основе каждый месяц. Чтобы пообщаться с Вячеславом Фетисовым, необходимо предварительно записаться и рассказать о своей проблеме. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.